Но вы только посмотрите, какое у меня есть богатство. Ну, грех не попробовать, конечно же, всю эту линейку. К сожалению, два вида в своей ленте я так и не нашла. Боже мой, я сейчас чуть не уронила бутылку. Слава богу, нет. Но это было близко. Я прям по острию хожу, если честно. Я почему-то очень подозрительный человек и подумала, что Лента хочет меня наебать. И поэтому она приклеила огромные контр-этикетки. Кого ты хочешь наебать? Ты думаешь, мой долбоебый. Сверху обычных. Я что сделала? Я содрала. Я содрала, видите? Но тут еще можно прочитать. Действительно, нет никакого подвоха. Это правда Италия, правда 500 рублей. И это регион Пуля, сорт винограда Негра Амара. Поэтому меня не обманули. Но будьте бдительны. Всегда смотрите на прям те родные контр-этикетки, которые есть на бутылке. Я, например, всегда так делаю. И если, к сожалению, оно переклеено, мне, конечно, в большинстве случаев удается открыть аккуратненько. Но здесь вот позорище просто. Всем привет! Вы на канале Лимончелло. И это канал про алкогольные напитки и не только. И сегодня на обзор я взяла вот такое вот итальянское вино Ильпиато. Бренд Ильпиато – это отражение итальянской культуры и образа жизни. Название линейки переводится как «тарелка», «блюдо» или «еда». Вкусная еда и хорошее вино – это идеальное сочетание. На каждой бутылке вина указано, с чем она может сочетаться лучше всего. Вина Ильпиато отлично подойдут как для домашнего ужина, так и для шумной вечеринки. Свои бутылки я покупала в ленте, и то только потому, что не смогла пройти мимо этой красочной этикетки. Помимо яркой этикетки, есть еще одна причина, почему данное вино мне понравилось. Я обратила в первую очередь внимание на крышку. Здесь не нужен штопор. Это очень замечательно, потому что если вдруг вы захотите отставить бутылочку на потом, всегда можете легко закрутить. Хотя, кого я обманываю, кто оставляет вину на потом? Это явно не мы. Компания «Кантинас Гарца Луиджи» ведет свою историю с 1933 года. В этот год Луиджи основал свою винодельню в сельской местности небольшой деревни Костель-Сан-Пьетро-Терме, которая находится на окраине прекрасного города Болония и вырастил свои первые лозы. Костель-Сан-Пьетро-Терме – это город с сильной туристической и курортной привлекательностью, расположен у подножия зеленых холмов Болонии на границе между Эмилией и Романьей. Луиджи поставлял свои вина в гостинице Болония, используя для этого дубовые бочки и запряженные лошадьми телеги. Дело Луиджи продолжили его сын Винченце и племянник Стефано, который вошел в бизнес с дядей в конце 1970-х годов, после окончания университета. Стефано сделал упор на экспорт. Благодаря ему «Кантинас Гарца Луиджи» заслужила звание одной из лучших итальянских виноделин. Сейчас в ассортимент «Кантинас Гарца Луиджи» входят традиционные вина, соки и виноматериалы, вермуты и другие напитки на винной основе. Компания передавалась от отца к сыну и теперь ее владеет внук Луиджи. Сегодня на винодельне работает вся семья с Гарцем. Политика компании ориентирована на удовлетворение потребностей клиентов, а также на экологическую ответственность в соответствии с международными стандартами качества. Современная винодельня построена из натуральных материалов на основе возобновляемых источников. Фотоэлектрические панели обеспечивают винодельню большей части энергии. Разнообразие почвы гарантирует очень широкий ассортимент вин, а инновационные методы виноградарства и технологии виноделия обеспечивают высокие стандарты качества. Всего у компании 140 гектар виноградников. Как вы уже успели заметить, если есть какие-то видеоматериалы о той или иной компании, я всегда стараюсь приобщить их, так сказать, к делу. Тем более, что большинство видеоряда я беру на официальных сайтах. Вот и данное видео не было исключением. Нарезка сделана исключительно благодаря сайту компании. Ассортимент данной линейки состоит всего лишь из 5 вин, и сейчас мы подробно разберем каждую бутылочку. Пинагриджо. Это свежее, хорошо сбалансированное белое полусыхое вино из виноградного сорта Пинагриджо. Выращивается в Венето. Этикетка гласит, что это вино лучше всего гармонирует с тунцом. Крепость 12 градусов. Пинагриджо Блаж. Это шелковистое, нежное, розовое полусухое вино из виноградного сорта Пинагриджо, которое выращивается в Венето. Крепость 12 градусов. Вино производится путем традиционной для белых вин винификации, а для получения красивого розового цвета сусло проходит мацерацию на кожице в течение нескольких часов. Этикетка гласит, что это вино лучше всего гармонирует с пастой. Негра Амара – это ароматное, хорошо структурированное красное полусухое вино из виноградного сорта Негра Амара, которое выращивается в Апулии. Крепость 13 градусов. Этикетка гласит, что данное вино лучше гармонирует с пиццей. У Примитива крепость 13 градусов. Это очень ароматное, приятное, гармоничное красное полусухое вино из виноградного сорта Примитива, которое выращивается в Саленто. Если верить этикетке, то это вино лучше всего подойдет к мясным блюдам. Богатый интенсивный аромат вина наполнен тонами спелых ягод и нотками клубничного варенья. Также обладает приятным и насыщенным вкусом. И последнее это Санжавезе. Легкое, питкое, красное, полусладкое вино из виноградного сорта Санжавезе, который выращивается в Апулии. Крепость 9,5. Этикетка напитка говорит нам, что лучше всего это вино гармонирует с сырами. В аромате ощущаются ноты вишни и оттенки сладких специй. Вино обладает легким, питким и сбалансированным вкусом. Итак, у нас сегодня на дегустации 3 бутылочки из магазина Лента. Бренд Ильпиатая. Стоили они что-то по 500 рублей за каждую бутылочку, это по акции. Обычно они стоят по 700-800 рублей. По сложившейся традиции предлагаю первым попробовать белое полусухое. Кстати, категория у него D.O.C., что немаловажно. Регион Венеция, сорт винограда Пиногриджо. Аромат у вина очень легенький. Это такие нежные нюансы полевых цветов, полевых трав, какие-то небольшие фруктовые нотки. Но оно не прямо так сильно бьет тебе букетом в нос. Очень-очень нежненькое, очень такое легенькое. Давайте же пробовать. По поводу вкуса я могу сказать, что вино вторит аромату. Это очень что-то нежное, утонченное, абсолютно легенькое такое. Тут также есть цветочные, фруктовые нюансы, небольшая кислинка, чуть-чуть минеральности в послевкусии. Очень даже приятное вино. Я думаю, в охлажденном состоянии оно будет еще лучше. Розовое полусухое. Это также вино из категории D.O.C. Тот же самый сорт винограда Пиногриджо. И делается оно в регионе Венеция. На этикетке вида можно увидеть надпись Blush. Это в переводе обозначает румянец. Чтобы вы не перепутали, я озвучу. Это розовое Пиногриджо. И по аромату он очень сильно похож на белый Пиногриджо. Единственное, что здесь ноты цветов, лугов, этих полей чуть-чуть слабее. Зато есть какая-то небольшая ягодная история. Совсем чуть-чуть. И мне показалось, что есть грейпфрут. Да, чуть-чуть и грейпфрута тоже есть. Надо пробовать. Интересная штука розовое вино. Вроде бы в аромате оно чуть слабее. Как бы оно чуть-чуть совсем проигрывает белому. Зато во вкусе оно раскрывается по полной. Кислиночка здесь намного ярче. Минеральности здесь нет. Зато ягодные оттенки очень четко прослеживаются. Точно чувствуется малина и смородина. Ну вот и пришло время красного вина. Наливаем Негра Амара, регион Пуля и категория здесь IGT. Это немножечко хуже, чем D.O.C., но не совсем уж плохое вино. Так, и на очереди у нас уже третий бокал Негра Амара. Кстати, по аромату очень сильно напоминает плачидо из Тосканы. Хотя там Санжавезе, здесь Негра Амара, но... Что-то прям общее у них есть. Это очень насыщенные такие... Прям насыщенная тонинность чувствуется. Насыщенные фрукты, ягоды. Классный аромат. Опять-таки, давайте вкус. По поводу вкуса данного вина. Оно очень яркое, очень тонинное. Очень хорошо подвязывает язык. Чувствуется вишня, перец, гвоздичка. В аромате вишни, кстати, нет. А во вкусе вы точно ее почувствуете. Интересное вино, но, допустим, тот же Домен Демодиан Мерло мне понравился больше. Я, кстати, не очень-то уж большой любитель красных вин. Я предпочитаю белые. Попробовать я взяла, вот, допустим, пиногриджи. Я точно возьму себе второй раз. И белые, и розовые они мне понравились. А вот это, ну, такое себе. Готовьтесь к тому, что тонины здесь будут выступать на первое место. Пора делать выводы. И, если честно, пиногриджи меня очень сильно удивил. На самом-то деле, это любимейший сорт моей сестры. Она просто обожает пиногриджи. В любом заведении, в любом кафе она всегда закажет себе бокальчик именно этого вина. Но я, если честно, не очень сильно люблю этот сорт. И всегда к нему как-то скептически относилась, из-за его слишком сильной такой кислотности, как по мне. Но данные бутылки от Эльпиата вам точно зайдут. В них практически нет кислотности. Это действительно очень классные вина. Из-за постоянных роликов и обзоров я всегда стараюсь брать разные вина. Но вот эти, я точно повторю, пиногриджи мне прям очень сильно зашел. Тем более, со скидкой 500 рублей, отличная цена. Насчет красного я бы сомневалась. Нет, я за ним точно не вернусь. Оно мне не очень сильно понравилось. Единственное что, я обязательно хочу попробовать этот Ниагра Амара в Глинтвейне. И тогда уже вам скажу, стоит ли его брать ради этого напитка. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Ведь не важно, сколько стоит ваша бутылка. Главное, чтобы она вам нравилась. С вами был канал Yellow Limoncello. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok